Привет всем на канале Нотик! Сегодня у нас обзор ноутбука Asus E510 E-May и фишка в том, что это ноут, ну это самый дешевый ноут на Windows 11 из того, что мы продаем. И стало вот интересно, а на что вообще способна такая машинка, как здесь будет работать Windows 11, что с программами, там можно редактировать фотографии, поиграть в какие-то игры, ну и вообще на что он так способен, если его допустим купить. Здесь у нас конфигурация, здесь два ядра, 4 гига, никакой игровой видеокарты, но при этом у этого ноутбука есть пара интересных особенностей, о которых мы сегодня и поговорим. Одной рукой, как можно видеть, крышка не открывается, надо придерживать снизу, что касается максимального угла раскрытия, то опа, аж 180 градусов, что неплохо. Разумеется, весь корпус у нас сделан из пластика, и если мы попробуем его сильно как-то перекручивать или давить, то будет... То будет вот так. Но на самом деле не бойтесь, я потом объясню, с чем это связано, там фишка есть своя. В целом ноутбук такой опрятненький, строгий, синего цвета, тёмно-синего, но собирает отпечатки пальцев слегка, хотя их легко стереть. Теперь что касается петелек. Ну, петли здесь две, небольшие, но весь корпус лёгкий, пластиковый, я не думаю, что с ними что-то случится. Да и в целом ноутбук-то бюджетный, ну, всё-таки с ним стоит быть поосторожнее, нужно понимать, что эта модель не флагманская. Толщина с ножками 2,3 сантиметра, весит он 1,6 килограмма, в общем-то носить с собой его удобно, он лёгкий и не очень толстый. По портам, ну, здесь ничего особенного нет, разве что Type-C здесь умеет только в USB, только в передачу данных. Работает у нас это на процессоре Intel Celeron, два ядра, два потока. У нас 4 гигабайта оперативной памяти в одноканальном режиме, нарастить нельзя. Управляется ноутбук через программу MyAsus, планов электропитания здесь нет, то есть производительность регулировать нельзя, но можно сдавать параметры сбережения аккумулятора и можно слегка корректировать поведение дисплея, ну, защиту от синего включать или немножко смещать баланс белого. В общем-то, ничего особенного здесь нет. Теперь поехали посмотрим на синтетические тесты. Но это скорее для галочки, потому что, вы понимаете, два ядра, два потока, 4 гигабайта памяти, ну, здесь очень низкие результаты. И вот, например, Corona 1.3, например, Ryzen 3 5300U справляется с этим тестом за 4,5 минуты, а этот ноутбук справился за 37 минут. Удивительно, но вполне неплохо работает браузер. Ну да, вот это достижение, да, браузер работает. Но, тем не менее, у нас открыто где-то 10-12 вкладок, у нас Full HD видео на YouTube крутится, ну и такие обычные сайты, там, ноутбук чек, 9G, 4chan, ну, то, чем я в основном пользуюсь, там, AliExpress, eBay. Они, в общем-то, не самые легкие сайты, но, тем не менее, они переключаются нормально, можно нажимать на ссылки и работать с браузером. Не моментально страницы открываются, там есть небольшой лаг, вот как сейчас, например, да, но, в конце концов, работает и уже хорошо. Причем мы параллельно можем даже поставить что-то, например, копироваться с жесткого диска внешнего, можем даже запустить установку какой-нибудь несложной программы, все это параллельно у нас работает, и при этом у нас браузер, ну, продолжает работать, то есть он, ну, не очень быстро открывает странички, вот, но, опять-таки, можно работать, и это уже хорошо. В целом, ну, мне было нормально, я не то, чтобы прямо сказал, что, типа, о, колено хочется разбить, все тормозит. Нет, с браузером здесь норм, 10-20 вкладок он тянет. Если мы запустим, например, Adobe Lightroom, то у нас загрузка процессора 100%, но, допустим, мы приехали из отпуска и со своей, там, зеркалки хотим обработать фотографии, и можно ли это сделать здесь? Да, в принципе, можно, опять-таки, оно не очень быстро все это работает, у вас будет слегка подтормаживать, любое переключение пресетов будет тоже подтормаживать, и ручные настройки, когда вы будете делать, это променяться будет не сразу, но сделать это все, в общем-то, можно. То есть вот сейчас загружено порядка 100 фотографий в формате RAW с моего Lumix, и, ну, я бы смог их обработать для статьи или обзора нотика, да, не очень комфортно, но можно. Ну, и вот, например, мы возьмем 94 фотографии, 1,7 гигабайта все это дело у нас весит, к ним ко всем применен пресет с небольшой цвета и экспо-коррекцией, и попробуем их выгрузить, то есть экспортировать, и посмотрим, сколько времени это займет. Мы такой же делали тест на, например, процессорах Ryzen 3 5000-й U-серии. Выгружать будем со 100% качеством. Ну, и посмотрим на таймер. Пока таймер будет крутиться, естественно, я все это ускорю. Скажу, что о монтаже видео здесь речи никакой не идет, Adobe Premiere здесь тормозит так, что вы, ну, вообще ничего не сможете здесь сделать. Вот пропустим некоторое время, чтобы долго вас не мучить, а пока заметим, что Ryzen 3 5300U справился с таким же тестом за 4 минуты 20 секунд. Здесь же нам понадобилось, ну, уже больше 20 минут, 20 минут 15 секунд, где-то так, то есть в 5 раз дольше у вас будут экспортироваться фотографии, но если надо из отпуска раз в год это сделать, то, в принципе, терпимо. Дальше посмотрим на видео, на фильмы. В Full HD он нормально крутит, посмотрим, может ли он 4К. Это не очень большой рип, примерно 12 гигабайт, то есть битрейт здесь не очень высокий, но, тем не менее, это 4К видео, и, как можно видеть, ноутбук с ним справляется. То есть, в принципе, можно его подключить на датчик телеку и посмотреть киношки. Вот, например, другой фильм, он такой же по объему, это тоже 4К, но уже 4К HDR. Разумеется, поддержки HDR здесь нет, но сам фильм здесь проигрывается, тоже не тормозит, в принципе, можно выводить на телек. Ну, а уж о Full HD, фильмах и сериалах говорить не приходится, они здесь работают без проблем. Что касается бенчмарка танков, я его запустил, он говорит, отличный результат на минимальном качестве, но на самом деле он лукавит, потому что есть просадки там до 23 кадров, 25, даже в бенчмарке, вы не сможете играть здесь в танки. Да и вообще, ну какие игры на такой машине? В героях-третьих еще можно будет, наверное, поиграть. Экран. Full HD, IPS, за такие деньги, это уж плюс. И 69% из RGB, и 52% от Adobe RGB, но это не очень хорошо, но машина бюджетная, и как бы это терпимо. Понятно, что с цветокоррекцией здесь никто работать не будет, но матрица такая для своего сегмента нормальная. 230 нит, у него яркость, не очень яркие, но, повторюсь, это не ужасный дисплей. Тест камеры и микрофонов, ну, ну что тут можно сказать, ну а чего бы ждали? Все здесь понятно, ну, типа изображение есть, а на больше рассчитывать такие деньги, наверное, не приходится. Клавиатура у нас без подсветки, кнопка включения в сам интегрированный клавиатурный блок, тактильно никак не отличается, легко нажать случайно. Есть цифровой блок, но, к сожалению, у нам лока нет световой индикации, то есть она не загорается сама лампочка, а вот у капс лока лампочка есть, что уже хорошо. Клавиатурка, ну, у нее средненький ход такой, и она прогибается в центре и слегка по бокам, вот если придерживать ноутбук, то можно видеть, как слегка волной идет у нас клавиатура. Но я пробовал набирать на нем текст, я общался на форумах, в Телеграме, в общем-то нормально, у меня все получалось. Тачпед небольшой, но он вполне хорошо реагирует на жесты, поддерживает мультитач, и вот он вполне годный. На нижней панели у нас нет вентиляционных отверстий, можно смело ставить на диван, узнаете скоро почему. Здесь есть прорези для динамиков, ну и снимаем крышку, это, в общем-то, легко сделать, и попадаем внутрь. А внутри у нас, вау, у нас внутри куча простого пространства, то есть небольшой компьютер справа вверху, батарея по центру, ну и все это проводками соединено. У нас пассивная система охлаждения, то есть нет вентиляторов, поэтому нет и прорези для забора воздуха. Батарея, батарея здесь 42 ватт часа, и надо заметить, что батарея вроде небольшая, но он работает, вот смотрим Зака Снайдер Лигу Справедливости, Full HD Blu-ray Rip на 70% яркости, и вот посмотрев 4 часа, у нас осталось 57%, то есть 9-10 часов он работает, это хорошо. А думаю, если в браузере что-то читать, то и все 12 можно выжать. Теперь динамики, два стереодинамика, у них звук на самом деле хороший, но он очень тихий, я всегда почти на 100% громкости смотрел фильмы или сериальчики. Дальше у нас сама система охлаждения и сам компьютер, вот он собственно весь компьютер. Здесь у нас 4 гигабайта оперативной памяти, распаянный, поменять их нельзя. Накопитель здесь 128 гигабайт eMMC, это не твердотельный накопитель в стандартном нашем понимании, это скорее как флешка. Из коробки свободного места будет гигабайт 80, но можно добавить сюда уже нормальный SSD накопитель формата M.2, если вам это зачем-то понадобится, то есть память здесь можно расширить. Дальше пытливый зритель может сказать, а вот тут же куча пустого пространства, не будет ли все это сгибаться, уже в корпусе он как бы полый. Нет, не будет, здесь как раз предусмотрены ребра жесткости, которые такие как бы палочки-штырьки, и вот именно они скрипят, когда мы ноутбук пытаемся в восьмерку закручивать. Если мы будем пытаться прогреть это нашим стресс-тестом AIDA64, то мы видим частоту 2,6 гигагерца, температура в районе 70 градусов, ну а питание процессора 6 ватт, то есть он очень энергоэффективный, скажем так, но 2,6 гигагерца поди плохо. Если мы нагрузим еще и видеоядро, бедняга мы его мучаем вообще, 1,9 гигагерца у него становится частота, ну питание у него где-то 5,5 ватт, и также 66-70 градусов температуры, ну потому что здесь пассивная система охлаждения, он вот и будет так вот барахтаться. Питается ноутбук от вот такого вот зарядного устройства на 33 ватта, как от планшета, и вот жалко, что они не сделали через Type-C эту зарядку, потому что ну камон, реально это малюсенький зарядник, почему он не Type-C. Итак, Asus E510MA, что сказать про него в итоге? Ну, этот ноутбук стоит 29 тысяч рублей, у него Full HD IPS дисплей с хорошими углами обзора, ну то есть это нормальная матрица, не для дизайнера, но она нормальная за эти деньги. Полноразмерная клавиатурка, неплохой тачпед, корпус, ну опрятно выглядит, собирает отпечатки пальцев, но не так, что прям в усмерть. Чуть больше полутора килограмм весит, малюсенький зарядник, и очень долго работает от батареи, плюс не собирает пыль, не шумит, система охлаждения пассивная. То есть можно, например, родителям поставить для скайпа, можно школьнику, студенту, рефераты писать можно, браузер можно, телеграмм можно, фильмы смотреть можно, то есть все такие бытовые вещи он делает. На что-то серьезное рассчитывать, разумеется, не стоит, но тем не менее он работает. А просто если кто-то хочет уже сильно повысить мощность и заниматься, ну уж более-менее нормально обработкой фотографий, какой-никакой видеомонтаж, какие-то игрушки, то там уже доплачивать придется в районе 10 тысяч рублей за модели с Ryzen 3 или Core i3, не знаю, нужно ли это всем или нет. Спасибо за внимание, до новых встреч, и всем пока-пока.